Что если инвестировать можно, даже имея очень мало денег в кармане? Всем привет, меня зовут Ксения, и идея в том, что я решила сейчас провести мини-эксперимент, когда у меня есть на депозите 120 долларов, я с них делаю ежедневно, там, или два раза в день по 25 долларов, сразу же моментально вывожу и инвестирую в какую-либо монетку. Для начала я решила провести такой эксперимент на 10 монет, то есть с депозита 120 долларов собрать 10 монет по 25. То есть по факту чуть ли не утроить свой депозит, но уже в инвестиции. Таким образом, если этот эксперимент окажется удачным, если посмотреть в перспективе 365 дней, получится, что даже любой работяга, любой человек, который мало зарабатывает, сможет инвестировать в год более 9000 долларов. Да я же сейчас на калькуляторе посчитаю, сколько это будет. 9125 долларов, это не считая того, что эти активы, они в принципе за год должны там вырастать и приносить еще проценты. Представляете, человек с зарплатой там в 20-30 тысяч в месяц сможет таким образом инвестировать. Все вокруг кричат про инвестиции, просто одно из главных правил богатства, одно из главных правил финансовой независимости, там, безбедной старости и так далее, это ваш капитал, это инвестиции. Но многие такие, блин, откуда мне инвестировать? И даже если вы будете откладывать эти стандартные 10% от своей зарплаты, ходит же сейчас прикол, что если вы будете откладывать там 10% от зарплаты, в конце года вы увидите, как мало вы зарабатываете. Человек с зарплатой 30 тысяч в месяц за год отложит 36 тысяч в месяц в инвестиции. А если эта система окажется крутой, если эта система действительно будет приносить результат, то человек с зарплатой 30 тысяч в месяц сможет за год отложить в инвестиции 700 тысяч. Кстати, я помню, что я вам обещала снять видео про 50 монеток, которые я собрала, сняла только про 5, а остальные я выложила у себя в телеграм-канале, потому что у меня просто-напросто не хватает времени снимать контент. Вы можете просто перейти ко мне в телеграм-канал, пролистать и посмотреть, в какие монетки я вложилась. Так, еще раз, план следующий. У меня депозит 120 долларов, я делаю с него 25 баксов, покупаю какую-то монетку и так повторяю 10 раз. Если вам нравится эта идея, если вам нравится такой контент, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, поставьте лайк, напишите свое мнение и, возможно, в перспективе я сниму прям до конца вот 22 года такой эксперимент проведу. Сразу скажу, какой результат я буду считать успешным, если из 10 монеток мне удастся собрать хотя бы 8 и при этом остаться там, опуститься не ниже 100 долларов в депозите. Ладно, чтобы много не разговаривать, буду сейчас переходить в Binance и пробовать. Мне надо вывести 13 баксов, потому что у меня сейчас 133 на счету. Делаю это буквально в пару кликов. И теперь начинаю смотреть активы. Так, здесь я вижу уровень поддержки. Но не особо понимаю, что дальше будет происходить, поэтому посмотрю еще активы. Опять же, также уровень поддержки. Только цена здесь прям конкретно уже у уровня находится. Так, изолированная маржа. Открылась от уровня. В принципе, даже если пойдет его пробивать, то в любом случае должен быть отскок. Но сейчас посмотрим по микродвижениям, которые будут. 13 баксов, что за хрень. Закройка я плюс в бакс. Ну, в итоге с комиссией в минус. На доллар ушла. И посмотрю другие ситуации. Потому что вариант, что доход 13, а рискую 10, не очень хороший. О, вот здесь уже интересная ситуация. Хочу посмотреть 15-минутный таймфрейм. Так, цена находится у уровня сопротивления. Есть два варианта. Либо она от него отбивается, либо она его пробивает. Часовой таймфрейм, что нам скажет. Блин, мне кажется, что пойдет пробивать. Но по закону подлости я могу оказаться не права. Думаю, что сейчас откроюсь на понижение. Понаблюдаю за микродвижениями и буду уже, если что, переобуваться в другую сторону. Блин, четкий восходящий треугольник. Блин, ну согласно анализу, здесь уже уровень пробивает. Поэтому буду, кае, закрываться и переобуваться в другую сторону. Да, посмотрите, четкое пробитие. Так. Зайду уже 100% объемом. Потому что я прям на 90% уверена, что будет пробивать. В общем, ситуация в том, что главное найти хорошую точку. Одну, две, три, неважно. Но если вы более серьезно подойдете к анализу, если вы сможете закрыть сделки. Вот две сделки я сейчас закрыла с минусами. Ну, первое, думала, что с плюсом в один доллар, но по итогу за комиссией в минусе. Так что первое, чему нужно научиться, это, конечно же, именно вот выискивать точку, не торопиться. Блин, блин, надо быстрее там. В идеальном вообще среде, так скажем, 15 минут времени уходит на то, чтобы там со 120 баксов сделать 25. Но это рынок, поэтому это все может растянуться и на час, и на два. Поэтому, если вы хотите что-то подобное сделать, то лучше, конечно же, подбирать время так, чтобы вас там хотя бы час никто не трогал, чтобы вы могли час уделить на торговлю. Ведь за час вы 100% что-то да наторгуете. Опять же, неуверенны в ситуации, не открываетесь. Вот здесь я сначала открылась, думаю, блин, я вижу, что сейчас пойдет наверх, но откроюсь вниз. Потому что вдруг я ошибаюсь там по закону подлости. В итоге понимаю, что нет, цена идет пробивать уровень, это видно по микродвижениям, это видно, что быки продавливают просто своими рогами вверх. И как бы понимаете, что если цена сейчас коснется тейка, то, в принципе, все будет очень хорошо. Я даже, наверное, сейчас минут на 15 отойду чаю попью, там, похожу по квартире, вернусь и посмотрю. Потому что у меня стоит тейк, у меня стоит стоп, и в любом случае что-то из этого да выйдет. Еще, короче, если все удачно пройдет, то я вам распишу, конечно же, конкретную стратегию, как это все делать. Так, ну, цена практически коснулась тейка. Я уже устала ждать, на самом деле. Минут 30, наверное, прошло. Есть. По итогу еще нужно 5 долларов сделать. Потому что нужно 25, чтобы было сверху. Здесь по ситуации у нас что? Вероятнее всего, пойдет пробивать дальше. Но я лучше посмотрю другие монетки. Всего лишь 5 долларов. Так, 50 процентов на 20-м плече, не повышая плеча. В принципе, этого движения должно хватить, чтобы нам эти 5 долларов заработать. Поэтому я открылась. Выставляю тейк у уровня по теням свечей. В принципе, буду просто ждать сейчас. Я думаю, что в течение, с учетом того, что это 5-минутный таймфрейм, там в течение 5 минут цена должна уже нам принести заветные 5 долларов. В принципе, да, уровень пробит, и поэтому считанные минуты остаются до касания. В принципе, пока даже вот эти микродвижения показывают, что сейчас будет очень резкий плевочек наверх. И даже, скорее всего, будет пробивать тот уровень, у которого мы с вами поставили тейк. То есть, по сути, на этой ситуации можно забрать намного больше. Но, опять же, я придерживаюсь сейчас плана. Посмотрите просто на каждую свечу, на каждое движение быки прям продавливают. Сейчас должен залететь кто-то с большим объемом, и цена должна прям пульнуть вверх. Так, уже плюс 5 баксов есть, но я боюсь, что из-за комиссии надо побольше. Так, пошло дело. Закрываюсь. Есть. Итог 147 долларов. Вы посмотрите, как цена пошла продавливать далее этот уровень. То есть, реально, на этой ситуации можно сейчас много бабла поднять, но, опять же, я буду так выводить. 20. Блин, нет. Не, 6 плохое число, поэтому 27 долларов. Блин, как четко пробивает-то. Хожу во вкладку Fiat и Spot. Конвертирую эти 27 долларов. Крипто-долларов, я их так называю. Первая монетка у нас будет CRV. Предварительный просмотр. И конвертировать. То есть, мы купили с вами 8 монеток. Отлично, фундамент заложен. Я очень надеюсь, что этот эксперимент окажется успешным. Я надеюсь, что вам интересно будет смотреть и наблюдать за этим проектом. На этом видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok